Сегодня мы читаем Шлемат Бакова, пятую песню. Главу 10, Джадабара, 25 текст. Апи-махатвиманат свакритат хи-мадрик. Нанкшятин адурат апи шулапаних. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрии Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. На Викрия Вишва Сухрица Касия, Самье Навитта Бхиматеста Вапи. Пожалуйста, Матальчик. Матальчик. Не вид? Все? Перевод слов. На. На. Не. Викрия. Материальное преобразование. Вишвасухрит. Верховного Господа Друга Каждого. Сагасся Друга Тебя. Самйена. Невозмутимостью. Вита Абхиматех. Того, кто полностью избавился от телесных представлений о жизни. Того, кто полностью избавился от телесных представлений о жизни. Того, тебя. А. А. Поистине. Мат. Виванат. Из-за оскорбления великого предного. Сва-критот. Совершенным на лобной. Хи. Несомненно. Мадрик. Такой человек, как я. Нангшети. Погибнет. Адурат, очень скоро, Апи, даже Шулапаних, обладающий могуществом Господа Шивы Шулапаних. Обладающий могуществом Господа Шивы Шулапаних. Перевод. О мой господин, ты близкий друг Верховного Господа, благожелателя всех живых существ. Поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различия между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако меня это вовсе не оправдывает. Даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам Вайшнава, он упрекает себя на скорую гибель. Комментарий о Божественной Милости Ачиба Кеданки Саныч, что за упады. Махараджа Рахугана был очень разумен и знал, каким тяжелым последствиям приводит оскорбление Вайшнава. Вот почему он так хотел, чтобы Джадо Барата простил его. На примере Махараджа Рахуганы каждый должен понять, насколько опасно оскорблять лотосным стопам Вайшнава и всеми силами избегать подобных оскорблений. Читание Бхагавати, Матхи 13, 388-390, Шила Вериндаван Дастакур говорит Даже тот, кто не уступает в силе Господу Шиви, держащему в руке трезубит, несомненно лишится своего духовного положения. Если посмеет оскорбить Вайшнава. Так утверждают все ведические писания. То же самое сказано в других стихах Читания Бхагавати, Матхи 12, 28, 55, 56. Вайшнавера Ниндакарибы, Каярагана, Татраракша Самартая, Нахика Кунаджана, Шулапани Самаядиваси. Того, кто возводит Хулу на Вайшнава, никто и ничто не спасет. Пусть даже человек силой может поспорить с самим Господом Шивой, но если он поносит Вайшнава, его ожидает верная гибель. В этом сходятся все шастер. Тот, кто пренебрегает словами шастер и осмеливается гулить Вайшнава, будет страдать за это многие и многие жизни. Так заканчивается комментарий Бхагдивиданте к 10 главе 5-й песни Шримад Бхагаватан, которая называется «Джадда Бхарата встречается с Махараджей Рахуганой». Омагяватимирандася, генандяна, шакая, чекшурун, миритавяна, тасмай, срегуравяна, маха, сричитанья вана, висятам, стапитам вана, бутали, саям, брупа, кадам, хайам, надатисва, падантикам. Ванча-калпатарадырча, крипаси-навиевача, бадита-намба-набью, вайшнуми-бью, намаха. Зайши-кришна, чейтиня, прабу-нитя-нанда, сиятвай-тага-дактараш-дива-садигура-бактавринда. Харе-кришна, Харе-кришна, Кришна, Кришна, Харе-харе, Харе-рама, 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 Харе-харе. Оскорбление вайшнава, вайшнава-апарадха, это уничтожение. Своего духовного роста, своего духовного достижения. И также мы можем уничтожить и свою материальную жизнь. В этом стихе Махарад Шрахугана говорит, что такой человек может погибнуть. И не только духовно, но и физически тоже. Потому что последствия, которым приводят такие вещи, они проявляются и на физическом плане. И нам кажется иногда, ну что тут, собственно говоря, такого? Вот, да? Неправильный человек себя провел в отношении меня. Неправ он. Ну, я ему раскрыл глаза, показал, кто он такой. Да? Пусть теперь задумается над тем, что он сделал. Я ему правду сказал о нем, кто он есть. Пусть теперь он будет думать, как ему дальше быть. И мы знаем, что в материальной жизни, собственно говоря, просто все. А если мы кого-то оскорбили, Ну, в худшем случае, это нам поставят под глаз синяк. Ну, в худшем. Ну, я не беру летальные там какие-то вещи. Вот. Ну, там будет какая-то обидно. Ну и что? В материальном мире так все особенно четко следят за тем, что как бы вот не упустить что-то свое. А поэтому нужно всех остальных как-то принижать. И за счет того, что ты сам будешь туда возвышаться. И поэтому в ход идут всякие методы, в том числе оскорбления других. Ну, и ничего такого, да? Ты понимаешь, сколько можно было сделать этих оскорблений. Ну, с кем-то там погрызли, с кем-то подрались, с кем-то еще что-то. Ну, и зато я вот что-то там умею сказать. Но, однако, здесь все не так просто. Но, однако, здесь все намного утонченнее и глубже. Потому что, когда человек совершает Вашнаву Абуратху, последствия намного, намного серьезнее. И в Бхагавангите Кришна говорит, если живое существо даже совершит какие-то незначительные шаги на пути своего приближения ко мне, то есть совершит какой-то духовный прогресс даже, и потом оставит это, то это вместе с ним переносится в следующую жизнь. Такой человек ничего не теряет. И в следующей жизни оно остается с ним, все его духовные достижения сохраняются. Потому что связано с материей и материальным телом, оно, конечно, мы не можем забрать никуда. Но духовные достижения сохраняются. И в следующей жизни он начинает свой путь к Кришне продолжать именно с того места, где он остановился. То есть это все сохраняется. И даже если он опять не закончил, то потом это опять переносится на следующую жизнь. И происходит накопление уже. В какой-то момент это накопление достигает критической массы, сознание перещёлкивается, он осознает, что Кришна оказывается вверху, она объясняет Бога. Но я должен ему служить. Происходит такое. Бхагава там описывает это. Благодаря слушанию из авторитетного источника сознание очищается. Гуны, низшие гуны выходят. Влияние низших гун подавляется. И у человека наступает прозрение, он понимает, что господином всего является Кришна, а он душа, он частица Кришна. Он естественным образом захочет служить. Захочет служить Господу. Это огромное достижение, когда такое в нашем сознании происходит. Кто его знает, сколько жизней человек вот так вот постепенно, постепенно это все проходил. проходил, или вдруг это произошла какая-то необъяснимая, непостижимая милость Кришны, не обусловленная ничем. Просто вот он захотел взять человека и сделать его преданным в чистом предвиде за один момент. Это огромная милость. И вот теперь смотрите, как это все можно помножить на ноль. Просто взять Войшнава и оскорбить его. Есть много разных способов, да, оскорбить Войшнава там. Но вот я не знаю как, потому что сейчас модно на позитиве, да, все вот как-то съезжать в позитив и не трогать какие-то там такие вещи негативные, которые травмируют ранимую и нежную психику людей. И так все говорить больше на позитив. Но тема такая, что тут приходится это делать. Я не могу это как-то избежать. Потому что мы должны знать последствия, к которым это приводит все. Вот кто знает истории, да, которые приводятся в шастрах? Какие есть истории о последствиях Войшнава Прадхи? Да. Как? Сеть Войшнава Прадхи просто нет. Каких? Индра. Аппарат я вам совершал? Ну, он видел прихад в подсети, когда все началось. Ага. Да. Выразил неуважение. Белый консору. Ну, да. Да. Начало вашего. Ага, ага, да. Я так понимаю, насколько сильный пример, это, например, с Матайшачи. То есть даже Господь, как бы имать, не простил бы, потому что она скорбила. Да, вот. Это еще более серьезнее получатся. Мать это святое. То есть тут... Ну, например, он показал, что та же мать, та же мать, как бы не простил бы. То есть, как бы считаешь, что мать это вообще трудничество. Ну, мы говорим, что она как бы на душе. Какие еще примеры есть? Да, да. Но аппаратка в чем там была? Да, рыбка. А, вот. Это последствия привела к падению. И еще есть, еще есть примеры. Есть классика. Это вообще классический пример. Есть еще один. История... А? Подробный пример. Гопал Чапал, помните? Да? Гопал Чапал, помните эту историю? Да, он завидовал. Хотя, ну, что завидовать-то там, да? Но завидовал. Вот что-то его скрутило. Он решил подбросить ему, да, вот эти вот атрибуты, которыми поклоняются быкини-дурги. Я не знаю, честно говоря, из чего эти атрибуты состоят или партийные. Может, там какие-то кости были или что-то такое. Но, в общем, он это подкинул так, что якобы тот ходил и приготовил, возле своего дома положил, сейчас выйдет, заберет. А он мимо проходил, увидел и решил всем сказать. Подсобрал толпу, значит, там говорит, смотрите, идемте, я вам кое-что покажу сейчас. Вот смотрите, человек, он себя выдает за вайшнава, да, который поклоняется Господу, а на самом деле он материалист. У него материальные желания, и ради того, чтобы их исполнить, он поклоняется дурге. Вот смотрите, он все свои парферналии приготовил сейчас. Пуджу будет ей совершать. Ну, и тут и Шливаста Кур оказался. Ну, и вот интересная его реакция, да, на это. То есть, он как-то не принял эти все вещи. Я говорю, ну, подумаешь там. Ну, если человек хочет меня как-то оскорбить, унизить, ну, пусть он это получит. Ну, на. Вот. И сказал, да, действительно, я обманщик, я лицемер, да, я шевоид там скрытый, зашифрованный. На самом деле, я, это самое, материалист, и только о материальных желаниях и думал. Вот, пожалуйста, вам подтверждение. Да, так и есть оно. То есть, он не стал вся оправдываться там что-то, себя как-то так и убеливать при всех, доказывать что-то. Да зачем он? У него были отношения с Господом Чайтани. В этом он находил блаженство. То есть, ему было как-то, ну, все вот это, вот эти вот разборки какие-то. Зачем они нужны? Господь Чайтани находится в сердце каждого. Вот, он знает все обо всех. Чего мне это тут что-то? Вот, и, ну, интересно, что остальные все не поверили. Вот мне сказали, что ты тут, это, тень на плетень наводишь. Никто не поверил. Но что потом дальше произошло? Кто знает? Ну, понятно, что у него сознание резко поменялось, но потом это проявилось еще и на его теле, да? Помните, он заболел, проказывает. Он испытывал очень невыносимые мучения. Он ходил туда-сюда, к разным целительным лекарям, там, ко всем, там, экстрасенсам, чтобы его там вылечили. Вот, и Господь Чайтани пришел. Ну, и сохранилось, видимо, еще понимание, что Господь есть. Значит, что вот это все-таки Кришна. И уже перед ним упал, там давать, и начал молиться. Он говорит, освободи меня от этого. Не могу просто терпеть страдания вообще ужасные. И что сказал Господь Чайтани? Он ему, наверное, на самом деле очень-очень сказал жестко. Несмотря на то, что Господь Чайтани, самая милость, Аватара, несмотря на то, что он благосклонен ко всем живым существам, желает всем только добра, очень мягок, очень почтителем, да, к каждому живому существу, с уважением к нему относятся к каждому, и к каждому проявляют милость, он ему очень жестко ему ответил. Он сказал, отойди от меня, грешник, отойди. Даже смотреть на тебя, это совершать греликий грех. Даже вид, находиться рядом с тобой, это уже оскорняться. Отойди, говорит, и пошел прочь. Представляете, это самый милостивейший Господь так сказал. Вот это да. И Павел Чалпавл просто вообще поражен. Он сказал, ну а как же, как же мне быть-то? Что же надо делать? Он говорит, вот ты оскорбил великого предного, иди вот теперь к нему. Если он тебя простит, вот тогда, вот, можно дальше что-то разговаривать о чем-то. Видите, это вот, ну, наглядный пример того, как это проявляется. То есть, пример, собственно говоря, человек захотел причинить другому какое-то унижение, не знаю, там какие-то другие цели были, или зависть, или что-то он хотел с этого, или ничего не хотел, просто хотел вот так вот унизить, и все. Но к чему это привело? И много есть и других примеров. Есть и даже вот из современной жизни можно взять, я не знаю, как вот избежать негативных вещей, как-то. Ну, просто были, но в общих чертах такая история, которая на моих глазах происходила. Это был, в другом городе еще жил, там, значит, был президент, была его жена, и все нормально, они там книги распространяли, приходили преданные. И у нее была болезнь, красная волчанка, но когда она занималась духовной практикой, занялась, она у нее пошли, сошла на ноль. И там-то, собственно говоря, ядрочка-то маленькая такая, но тем не менее, она начинала этого своего мужа президента накручивать. Тот не такой, этот неправильный, этот не так сказал, там что-то он тебя, там как-то твой авторитет подорвал, давай вот так, это вот так, там какие-то ему, ну, ты вот начал вот это вот все мутить, крутить. И преданные, когда собирались, там была, значит, программа, в конце обязательно были какие-то разборки вот такие. Вот. И все время, она все время протаскивала свою какую-то неприязнь к тому или другому, там ты должен быть лучше всех, ты должен быть самый, там этот самый великий, все перед тобой преклонятся, вот сейчас ты вторую инициацию получишь, вообще тут гуру чуть ли не будешь, там, в общем, такая вот началась ерунда. Потом я уехал оттуда, и я потом иногда встречался с теми преднами, которые там были, и они говорили, ну, тот ушел вообще, потому что он не мог это все терпеть, тот еще там куда-то делся, тот не приходит, тот еще куда-то ушел. И все, говорит, из-за чего, и все вот из-за этой личности, что она вот там крутит там что-то. То есть, какие-то интриги, какие-то там эти манипуляции какие-то. И некоторые просто и чувства долго проходили туда, приходили, они там что-то там отбывали, ну, положено так. Ну, без всякого особого этого. И, короче, я не помню, что там дальше, что там произошло, но постигла очень печальная участь, потому что эта красная волчанка вспыхнула очень сильно. Она очень сильно вспыхнула, и она повлияла на суставы, так что руки, пальцы на руках вывернулись вообще вот так вот, знаете, как штопор. У нее произошел инсульт после этого еще. Отнялась речь и вообще там не могла изъясняться, непонятно, что было. Дальше. Она подозревала своего мужа в измене. Она думала, что он с кем-то изменяет и за ним следила. Она ходила и смотрела, куда он пошел. На работу пошел. Где он там? Пошла на работу, короче. И вот это вот смотрелось, где он там, работает или нет. Или чем-то другим. Или в кино пошел с кем-то. В одной из таких вот, в одной из такой слежки она на этой работе шла там куда-то и ударилась головой об рельсу, которая потеряла сознание. И вообще после этого еще больше всего усугубилось. и значит следующая программа, которая в ближайшее время после этого была какая-то программа, тоже там все собрались и все же начали вопросы задавать. Она в больнице уже была. И мы начали вопросы задавать, а как же так, как же там с твоей супругой дело, почему? Это, наверное, карма. Это, наверное, карма так ее, да? и этот предный сказал, нет, говорит, предный, говорит, бойтесь, вайшнава аппарат. Это настолько было реализовано, сказано, что, в общем-то, до меня, например, дошло. То есть, это у меня очень глубоко засело. Я опустил подробности, которые еще более могут быть шокирующими, поэтому это в общих сердцах, но просто, чтобы имело представление вообще, что это такое, что это может означать. Чтобы мы не шутили, потому что мы думаем иногда, ну, Бог с ним там сказал что-то, что-то там это сделал, ну, да, зато я прав, на самом деле. Ну, и кому такая правда эта нужна, если она приводит к уничтожению, если она приводит к разрушению, зачем это надо? Есть существующие определенные правила этики, это как нужно это все делать, как нужно подойти, как нужно чего высказать, там, если тебе не нравится, что-то подойти, но как подойти, как, с каким настроением это все надо делать, вот, с каким это все надо делать чувством по отношению к этому человеку, вот, и понятно, что в материальном мире там неизбежно нужно сражаться с окружающими, чтобы утвердиться где-то и чтобы тебя, значит, ты кого-то там не спихнул куда-то, тебя туда-то спихнет, это понятно, это материально так устроено все, но здесь-то зачем нам это делать? Сюда мы для чего-то, для этого разве пришли, мы наоборот пришли, чтобы избавиться от этого мировоззрения, мы наоборот пришли, чтобы у нас поменялось сознание, чтобы оно у нас очистило, чтобы мы сбросили с себя этот груз, этого материализма, для этого нам шастердан. Махарадж Рахугана был очень продвинутый человек, он знал, к чему это может привести, поэтому он называет Махараджу Барату великой личностью, которая способна различать дух и тело, которая может видеть духовную природу, которая может действовать на духовном уровне, говорит, а я-то не заметил. И Махарадж Барату, если мы вспомним немножечко назад, перейдем, то он молчал всю свою жизнь, не открывал, думали, что он не мой, глухонемой, и вообще не совсем адекватный. А он-то был на очень высоком уровне, не хотел просто связываться с материальным миром этим, не хотел снова в него влазить туда, в эти все дела, чтобы, потому что помнил уже предыдущие свои, да, вот эти уроки. Но как только он увидел, что Рахугана может сейчас вот-вот, когда он его начал отчитывать, за то, что ты там не идешь, за то, что ты спотыкаешься, каких-то муравьев какие-то, да, вот это вот. Я еду, а ты там каких-то муравьев остановился пропускать. И как только Махарадж Барата почувствовал, что вот еще едва-едва, и он совершил точную аппаратку, то есть начнет его оскорблять, он на благо его заговорил, хотя он следовал этому обету молчания. И он ему прочитал проповедь, вот, и будучи очень разумным человеком это воодушевило, вот, на Махараджа Рахугану, на то, чтобы он понял, насколько он, да, был близок к своему падению. Вот, и он сразу же обратился, ты близкий друг Верховного Господа, благодетели всех живых сейчас, поэтому ты ко всем относишься одинаково, полностью осознаешь различие между телом и Духом, а я возвел на тебя хулу. Он раскаивается, он сожалеет об этом, хотя он, собственно говоря, не дошел уже до такой откровенной хулы, но он понял, как он близко к этому был, нужно вовремя остановиться, и вовремя нужно сказать, что все, прости меня, пожалуйста, он просит у него теперь прощения. Даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосного стопа мочного навлекает себя на скорую гибель. Госпочитание, мы все помним, он сравнивал, что мочного аппарата подобно бешеному слону, который врывается в сад, вытаптывает этот сад, начисто может снести дом, также слон, что там деревце бакти, проклевывается у нас, мы долгие жизни его выращиваем, и вот, да, пествуем, поливаем, она маленькая, сорняки, сорняки не надо, да, поливать, они сами растут, их не надо взращивать, мы их там пропалываем, чтобы они, ну, кто-то говорит, занимался сельским хозяйством, вот, вы знаете, что культурные растения, культурные растения, они растут медленно, им нужна защита, им нужно, там, удобрения, их нужно обязательно, там, окружать, какой-то, там, загородкой, лопухи, эти сорняки, они растут без всякого удобрения, они сами растут в себе, вот это вот наши анартики, которые растут на поле, да, вот, нашей духовной жизни, и их надо очень старательно выпалывать, а вот культурные растения надо поливать, удобрять, защищать, чтобы оно росло, награждать, и тут такой слоняра врывается, да, все поломал, все вот это вот труд, куда-то, поэтому, единственный способ, если мы оскорбили кого-то, то даже Господь, Он не будет влазить в это, помните, кто говорил, дорваться, он же тогда тоже побежал, потому что, Господь не захотел мириться, Он бросил Сударшину чакру, что ты говоришь Сударшина чакра, Сударшина, означает, видение света, буквально переводит, то, что уничтожает тьму, значит, тьмы там уже достаточно было, Сударшина полетела, и Дрвасама не понял, к чему дело, поэтому он побежал, и он побежал к Господу Брахме, Господь Брахме сказал, я тут, как бы, ну, помочь ничем не могу, он побежал к Господу Шиве, и Господь Шива сказал, а тут тоже я, это чакра Вишну, тут я никак, ну, трезубец я бы, может, еще и назад возвратил, это не мое, он побежал к Господу Вишну, и Господь Вишну сказал, а я тоже ничем тут помочь не могу, и он сказал, если ты не можешь, чакра твоя, а ты, говорит, не может, а кто, кто может тогда мне помочь, говорит, вот иди к тому, кого ты обидел, упади к его стопам, проси прощения, и тогда, тогда бедно будет, помните, Гопал Чапал тоже пришел, к Шива Сатакуру, и Дрвасама на этаже, припал к стопам, Махараджа Мариши, какова их реакция была потом, как преданные реагируют, а он его обнял, он говорит, да что ты, да что ты, все нормально, я даже не обижался на тебя, Махараджа Борисов, он просто стоял и повторял мантру, он не думал там, какой негодяй, он посмел меня оскорбить, а я же преданный, ну сейчас он получит, он просто стоял, повторял мантру, и все, и когда пред ним, Дрвасама не оказался, начал просить прощения, он увидел, обнял, и сказал, мой дорогой друг, я ничего не имею, все, так же и Шива Сатакур поступил, и поэтому, ну вот показывает, в чем сила Вайшнава, в чем его величие, в чем его могущество, что он умеет прощать, это же только сильный человек, говорит, говорит, может обладать даром прощения, он не держит обиду, не реагирует на нее, он как-то не обижается, не мстит, он просто прощает, но это, но это, только под силу сильной личности, которая не будет размениваться на это все, на обиды там, на что-то такое, и когда я еще так в самом начале, знакомился с преданными, только пришел к этому, я очень благодарен, что те, кто со мной тогда общались, они рассказывали много, вот, философии, но как-то сразу так получилось, что они меня предупредили, говорит, надо избегать оскорбления, надо избегать плохо думать, надо избегать оскорбления, и они мне такую фразу сказали, я ее заполнял, если, ну вот, когда, да, они сказали так, что вот есть старшие преданные, которые уже много лет, в сознании Кришны, или они все боятся совершать оскорбления, значит, они все избегают этого, ну, они мне привели, например, вот есть старшие преданные, вот они там, вот, и одно из их качеств, это то, что они избегают этих, избегают этого, вот, ну, как ребенку, да, рассказывают, смотри, вот там, папа, мама, там, они этого не делали, вот так же, и, поэтому, давайте, как-то, это учитывать, и есть, практический, да, момент, значит, как, как сделать, как помочь другим перестать ссориться, хотите знать, как помочь другим преданным, чтобы они не таили злобу какую-то, да, 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 но, тем не менее, смотрите, Бхактюна Такур, он описывает истории Кришны, в которых Кришна убивает демонов, разрушает наши аппаратхи, в нашем сердце, подобно этим демонам, и вот мне посоветовал тоже один мой друг из Санне, Кришна говорит, если ты хочешь, чтобы преданные в общине не ссорились, и жили мирно, и не ругались, и не совершали аппарат, то тогда ты сам и другим всем посоветуй читать историю, когда Кришна проглотил лесной пожар. Ну что, говорит, Бхактюна Такур пишет, что эта история, когда мы эту историю читаем, то эта история о том, чтобы как раз прекратились эти войны, всевозможные ссоры, всевозможные обиды между преданными, то есть мы ее читаем, и молимся о том, чтобы Кришна прекратил эти вещи, чтобы преданные перестали ссориться. Вот это как раз история о том, как Кришна прекращает эти все ссоры, то, что он подошел, помните, да, там, пожар, все побежали к нему, и он просто подошел, и его проглотил. И вот медитируя на эту историю, значит, в Манасе просил Кришну о том, чтобы в общине преданные перестали ссориться, мы можем обрести этот результат. Гарри Кришна, я на этом остановлюсь. Пожалуйста, вопрос. Да? Спасибо большое. Очень яркие примеры. Кто-то, может, он не расслышал, или я не так что-то сказал, пожалуйста. Очень яркие примеры. Вы рассказали о том, что люди могут осознанно оскорблять Кришна и получать за это последствия. Но так в нашей жизни мы видим из этой истории, что сам Кришипадев говорит, что иногда преданные из-за своего природного качества умиротворения, они не замечают, не обращают внимания на то, что их кто-то оскорбляет. Решап Хадеф или Рахвуд? Рахвуд. Рахвуд. И вот если, допустим, мы неосознанно или случайно или просто по невежеству совершили какое-то оскорбление и преданный просто не обратил на это внимания в соответствии с этой природой, что нам делать, какая наша стоящая, и что нам делать по отношению преданного к этому преданному. И как нам вообще понять, обиделся, оскорбили мы его и... Ну вот помните, история есть опять же из Читани-чареп, откуда она? Из Читани-чарепа, да. Там один из Гасвами, Рагунадхаза Гасвами, да? Рупа Гасвами. Сидел и медитировал на игры Кришны. Как этот самый... Кришна играет с Радхой, да? Он наклоняет ветки, Радха тянется, чтобы сорвать эти манны, да? И он отпускает, а она... И не может. Вот. А там медитация ему Кришна открывал такую картину. И он на нее смотрел и засмеялся. А в это время проходил мимо Вайшнафа, у которого тело было от рождения ну, инвалидное. Оно было... У него были суставы там, в общем... Он... Ну, знаете, есть люди, которые вот у них или ДЦП, или что-то около такого, которые перебегаются и тело у них скрючено очень. И он подумал, вот насколько я падший вообще и недостойный того, чтобы в обществе Вайшнафов находиться. Потому что даже вот... надо мной смеются. Видимо, он настолько великий грешник, что и духовно я, значит, мал, и физически тоже я вот уродлив, что мне не место здесь. Вот реакция, видите, то есть. Он даже не возмутился, что он не... Все принял на свой счет, но он подумал, ну, я, наверное, такой недостойный. Обиделся. Обиделся? Обиделся. Обиделся он. Ну, потому что я слышал по-другому, что он просто на свой счет все принял и куда-то ушел там. Обиделся. Обиделся. Как только это произошло, Рупагасвами исчезло это видение из медитации. и потом и потом сколько он не пытался, он не мог это восстановить. Рупагасвами это же, какая, да, фигура вообще. Он не пытался, все, Кришна закрыл. Кришна закрыл эту дверцу и никаких потом он не смог достичаться. Он пошел тогда, с Рупагасвами спросил, что произошло. Почему вдруг такое? И там, значит, они обсуждали этот вопрос и они пришли к выводу, что, видимо, ты как-то неосознанно кого-то оскорбил, потому что все, что угодно, Кришна может просить. оскорбление овощнов он никогда не прощает, он жестко расправляется за это, он дает жесткие реакции. Говорит, хорошо, но я даже не знаю кого. Кого я должен просить прощения? Я готов? Пожалуйста, я там в Дандават все, я не против, ничего не имею. Хоть сейчас, но у кого? И он тогда ему сказал, собери пир, организуй пир, всех приглаши, вот кто-то не придет к тебе, вот того ты и обидел. Но он таким образом его вытеснил, пошел, потом упал к нему в ноги и просил прощения. То есть в первую очередь надо понять, что даже если мы совершили неосознанно или случайно или еще как-то, а Вайшнав это даже не заметил, но это он не заметил. Это он не заметил тогда, но мы-то взяли на себя этот вариант. У нас-то оно выскочило. Значит, действие можно совершить, да, как мысленно, так и словами, так и физически. Если оно проявилось в Аппаратке, нужно точно так же нужно подойти к этому предному, пусть он ничего не знает, даже просить прощения. Все равно. Один только способ. то есть если мы случайно или по неведению совершили оскорбление, то нам нужно тоже следовать определенной проющейки, лучше на всякий случай кормить бренд. естественно. Нет, все равно нужно, потому что это, ну, он не заметил, он не заметил, но Кришна-то в сердце, он-то знает, и он смотрит, о, а если мы начинаем так, а, не заметил, о, и мне тогда ничего за это не будет. И дальше пошло, и дальше. Знаете, как работает обусловленность сознания нашего? как только оно чувствует, что где-то можно, где-то можно пролезть, оно сразу начинает это использовать. Нет, лучше перестраховаться, знаете, лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Поэтому лучше подойти и попросить прощения. Ну, и что, я такой опыт тоже имею. И ко мне подходили предмы и говорили, ой, мы вас там оскорбили, когда, чего вы, что, когда это было. Да вот я там подумал что-то такое. Ага, о, значит, такое есть, ну, нет, никаких проблем. Но потом я тоже так же делал, потому что, если у меня возникала какая-то мысль, я подходил, я говорю, прошу прощения, простите. Это, ну, вот, это мой опыт, я не знаю, как он, для всех подходит или нет. Может быть, другие какие-то есть, более правильные есть. В предыдущем стихе в комментариях Шелоку Рупа запишет, что когда мы совершаем оскорбления, неважно какие, даже с примером своего благослави, не особо, то мы можем терять вкус в духовной практике. О, это да. И поэтому наша проявщита, главная проявщита, которую мы совершаем каждый день, мы читаем молитву, ванча кауба, ващича ващича, да. Мы кланяемся всем ващнав, начиная свой день с поклона всем ващнав. Я думал об этом сказать, что первое, первое последствие, первая ласточка, это мы теряем вкус в духовной жизни. Да, и вот это тоже, например, что даже когда мы, не знаю, оскорбляли, мы кого-то не оскорбляли, но для того, чтобы это, смиренно просим прощения ващнав, когда кланяемся, повторяем ващича кауба, это вот в садхане на самом деле присутствует, после поклонения от Туласи. И да, вот, последнее. Есть еще один очень пример хороший из шастера, это Друве Махараджа. Он нас учит немножко дальше смотреть, потому что Друва Махараджа был незаконным сыном царя, он захотел, чтобы отец его там приласкал, взял на колени к себе, а его же нам сказали, ну-ка, брысь отсюда, ты вообще ни при чем, ты сын служанки, только сын мой может сидеть с моего отца, но он же тоже мне отец, иди отсюда. А как же мне тогда быть, я тоже хочу, вот ты должен родиться в моем чреве, чтобы тогда заслужить такое, это. и он был в шоке и побежал к своей матери и спросил, как мне быть в этом случае, где самое, она говорит, она права, да, действительно, ты должен переродиться в чреве царицы, чтобы на законных основаниях отец тебя гладил по голове и все такое. Ну, вообще, и тогда он спросил, а где же Бог, кто это может мне помочь, она говорит, только Бог тебе может помочь, а где Бога найти, Бога можно найти в лесу, ну, все знают дальше в истории, в принципе, нас волнует больше вот эта первая часть, потому что потом он стал великим Вашнавом в результате того, что он медитировал и даже сам Господь явился перед ним, потому что во Вселенной кризис начался вот из-за того, что он набрал такую мощь, сам великий Господь в Вишну перед ним явился, благословил его, в общем, все там, и сделал его предным великим, то есть у него испарилась вся эта материальная атмосфера из его сердца, все желательно пропали, а он у него стал, но что получилось с теми, кто его оскорблял, он не был преданным тогда, когда это все произошло, потому что там брат участвовал и отец там промолчал, и его там мачеха там на него наезжала, вот, а он тогда не был преданным еще, но они его оскорбляли, а тут он преданным стал и получилось что? что все это стало засчитываться как вачнава аппаратха, так? так, брат сгорел в лесу, вернее, где-то там на охоте, там, это самое, начался пожар, мать пошла его искать, сгорела в лесу, отец сошел с ума, представляете? вот не только на духовном, на физическом плане все осуществилось, это нас чем учит, ты лучше вообще никого не оскорбляй, потому что сейчас мы думаем, это материалист, а через пару месяцев он стал преданным и еще быстрее нас продвинулся, а мы ему сказали, ты там мясоед не человек и вообще, и тогда все, сработает, то есть нас эта история учит, никого вообще лучше не оскорбляй. Харе Кришна!